Как меняющийся мировой порядок влияет на финансовую систему и почему цена на золото может вырасти в 100 раз? Почему в мире рекордные покупки золотых сликов и инвестиционных монет? Каким будет цена при введении золотого стандарта? Какой прогноз по золоту от ведущих банков? Еще много интересного! Всем привет! Вы на канале Золотой Стандарт. С вами городовой Данил. Поехали! В своем ролике «Меняющийся мировой порядок», лучший управляющий инвестфондом за всю историю Рейдаля, изучает историю и экономику лидирующих стран за 1400 лет. Он утверждает, что мы находимся в моменте изменения мирового лидера США на Китай. А в такие моменты инвестторы и страны перекладывают свои деньги из прежней мировой валюты доллара и облигаций золота и валюту нового мирового лидера юань. Хотя есть и альтернативное видение у Михаила Хазина «Пэк-кризисов», которое подробно расписал в книге «Воспоминания о будущем» и «Крах империи, доллара и конец пакс-американам». Концепция «Пэк-кризисов» отличается от теории экономических циклов Кондратьева, который берет за основу Рейдалю, конечностью капитализма. Он также считает, что мир разделится на валютные зоны, а обмен товаров между странами будет в золоте. То есть и у одного, и у другого есть общее понимание серьезности кризиса и привлекательности инвестирования в золото во время великого перераспределения богатства из недвижимости, облигаций фондового рынка и валюты гегемона в рынке физического золота и сырьевой. Куда и почему вкладывают деньги Центробанки? Центробанки различных стран наращивают свои запасы золота с 2008 года. В первом квартале 2022 года глобальные золотые резервы центральных банков выросли на 84 тонны. Посмотрите на график. Египет и Турция лидируют по закупкам в официальном секторе. Проведенный опрос центральных банков показал, что главной причиной держать золото является его поведение в периоды кризиса. Теперь посмотрим, как изменился спрос у фондов, занимающихся инвестированием золота или золотыми ETF. По данным Bloomberg, в марте приток золота на рынок составил 5,3 миллионов функций. Самый высокий показатель за 6 лет. Это ETF, обеспеченный золотом. Столь высокий спрос со стороны инвесторов привел к росту цен на золото в феврале и марте. Швейцарский экспорт материковой Китая и Гонконг из-за ограничений упал в марте до самого низкого уровня за год. А поставки в Индию были самыми низкими с мая 2021 года. Хотя за весь год, по данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в Индии достиг 5-летнего максимума. А спрос на золотые украшения в 2021 году удвоился в годовом выражении и достиг 6-летнего пика в 610,9 тонны. Посмотрите на график. За квартал, когда цена золота в долларах США выросла на 8%, спрос на золото увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильные потоки ETF компенсировали слабые инвестиции в ювелирные изделия и розничную торговлю. По данным Forbes, экспорт золотых слитков из Швейцарии в США за месяц март вырос в 23 раза и достиг самого высокого уровня почти за 2 года. Данные швейцарской таможни это подтверждают. Признают ли выгоду инвестирования в золото пенсионные фонды? Недавно в Великобритании провели опрос у 88 респондентов из пенсионных фондов. Считали они золото ликвидным и эффективным средством диверсификации и защиты от инфляции? И ряд других вопросов. Посмотрите на данные. Их логика становится ясна, если взглянуть на таблицу. Годовая доходность золота в сравнении с облигациями Великобритании и глобальными акциями. Видимо поэтому экспорт золота в Великобританию по данным швейцарской таможни был самым высоким с июня 2021 года. Некоторые успешные управляющие инвестфондами считают, что в ближайшие годы золото вырастет в казалось бы невероятной величине в 50 раз. Подробнее в видео, ссылка в описании. Как текущий меняющийся мировой порядок влияет на индивидуальных инвесторов? Например, в США зафиксирован 23-летний максимум продаж золотых инвестиционных монет. А США является лидером по покупке золотых инвестиционных монет в мире. За ним следуют Китай и Германия. Так что по США можно отслеживать мировую тенденцию. За 2021 год в США было куплено 90 тонн, что на 80% выше прошлого года. Если брать Россию, то в 2021 году было куплено 4 тонны. Это максимальное количество монет и слитков за 7 лет. У 2022 года есть все шансы побить этот рекорд, так как после отмены НДС в 20% на слитки люди массово стали их скупать. Как происходит разделение на региональные валютные зоны и деглобализация на примере и за счет золота? Почему предложение золота станет на 37% меньше? LBMA, Лондонская ассоциация дилеров драгоценных металлов, запретила российским афинажным заводам ставить на слитки с содержанием металла 99,95-99% клеймо LGD, London Good Delivery, что означает «одобрено для поставки на лондонскую биржу металлов». Ведь именно Лондон – основной рынок драгоценных металлов. Теперь ЦБРФ может продавать только слитки из старых запасов, а новый будет продавать другим странам с дисконтом, как это сейчас происходит с нефтью. Они же просто переплавят их на своих афинажных заводах. Также в связи с этим и дедоларизация для поддержки золотодобытчиков и развития внутреннего рынка продажи слитков отменили 20% НДС на золотые слитки. Вслед за этим бывший председатель ФРС Джанет Йеллен недавно предложила ввести меры, которые будут способствовать стимулированию роста рынка цены золота. Она изобрела новое понятие – френдшоринг. Йеллен заявила, нужно развивать и углублять экономическую интеграцию и ее эффективность на условиях, которые лучше подходят для американских рабочих. И давайте сотрудничать в этом со странами, на которые мы можем рассчитывать. Теперь конкуренция должна проходить по более сложным аспектам, чем просто цена. Происхождение скоро тоже будет иметь значение. Йеллен отметила, выбор френдшоринга цепочек поставок большим количеством доверенных стран поможет продолжать безопасно расширять доступ к рынку, снизить риски для нашей экономики, а также для наших надежных торговых партнеров. Как новая парадигма френдшоринга Джанет Йеллен повлияет на предложение золота? В таблице показан объем добычи золота в 2019 году. Данные показывают, что две из трех ведущих стран-производителей – Китай и Россия – являются недружественными странами. По крайней мере, с точки зрения Америки. Казахстан и Узбекистан пока под вопросом. Они, вероятно, будут исключены из цепочки и обложены пошлиной при продаже западным потребителям и инвесторам. Следующий график содержит аналогичные данные по добыче золота только за 2021 год. Что случится с золотом при введении френдшоринга? Из 2250 тонн золота, произведенных 15 ведущими странами, 830 тонн можно было бы назвать недружественными, согласно парадигме Джанет Йеллен. Более того, это означает, что 37% годового производства не будет экспортироваться в страны Запада. До вступления Китая в ЭТО данные о производстве золота были разделены на регионы – Западный мир, Китай и СНГ. Продукция Западного мира считалась легко доступной по торговым соглашениям и доступной для западных потребителей. Более того, френдшоринг вернет всех нас к той же парадигме. Поскольку спрос на золото в основном исходит от Индии и Китая, последствия ежегодного сокращения предложения на 37% трудно оценить. Но что очевидно, так это то, что после того, как правило, такого типа вступят в силу, может возникнуть такая ситуация, при которой инвесторы перестанут продавать физическое золото и будут хранить его до тех пор, пока глобальная экономика не перестроится. А если цена золота вырастет на западных рынках, то ее станет трудно удерживать и на других. Это станет тотализатором роста. А что сейчас мешает росту цены на золото и почему оно может вырасти в 100 раз? На данный момент ценой на золото манипулируют различные компании и хедж-фонды. Это было доказано после обращения в сумму золотодобывающих компаний. Банки манипулируют рынком золота, используя деривативы и лизинг Центрального банка. Крис Паул говорит, что золотые деривативы создали огромное воображаемое предложение золота. Предложение бумажных сертификатов на золото, которого не существует, но поставка которого не востребована. Это потому, что большинство инвесторов в золото оставляют свое золото на депозите в инвестиционных банках, которые продали им только обещания воображаемого золота. В настоящее время в мире существует банковская система с частичным резервированием золота, которое использует исключительно заемные средства. Консультант по рынку золота Джеффри Кристин из CPM Group свидетельствовал, что отношение бумажного золота к настоящему металлу на так называемом лондонском физическом рынке может достигать 100 к 1. Каждая фактическая унция металла, проданная или хранящаяся на лондонском рынке. А если реального предложения меньше в 100 раз, а цена на физическое и бумажное золото все больше расходится, то и цена вполне может вырасти до 100 раз. Катализатором может выступить на выбор нарастания социальной, военно-политической нестабильности, падения рынка акций США и Китая или грядущий мировой голод, связанный с существенным подорожанием и уменьшением удобрений. Рик Сантели предупреждает, те, кто торгуют бумажным золотом, считают, что в случае, если миру финансов придет конец, золото будет у них. Если вы играете в ETF, у вас будет листок бумаги. Цена на золото словно волейбольный мяч, который погрузили в воду, а вода все прибывает и прибывает. Водой выступает печатание денег и все более усиливающаяся нестабильность распадающейся мировой финансовой системы. Но долго удерживать этот мяч не получится. Как меняющийся мировой порядок влияет на финансово-экономическую систему? И почему золото может вырасти до 35 тысяч долларов за унцию? Усиливающийся разрыв между богатыми и бедными во всем мире перерастает в военно-политические конфликты, как говорил Рай Далио в своем мультфильме «Как работает экономическая машина», так как мы начинаем падение с пика долгосрочного долгового экономического цикла. Поэтому правительство западных стран все больше печатает деньги. Инфляция нарастает, а недовольство населения они перенаправляют на другие страны, в данном случае на Россию. Это перерастает военный конфликт с НАТО. В связи с этим курс золота с начала февраля начал активно расти и в марте доходил до 2080 долларов за унцию, протестировав в третий раз исторический максимум, но так и не пробил его. Украинский кризис, рост уровня инфляции, последствия санкций – все это уже привычный фактор роста котировок золота. С каждой недели градус геополитической напряженности повышается, поскольку власти Швеции и Финляндии рассматривают возможность присоединения к НАТО. Усиливается напряженность в Афганистане, Корее, Пакистане с Индией, Тайване с Китаем, на Приднестровье и на Балканах. Начинается военный конфликт Турции с курдами в Иране, а также митинги в Перу. В то же время власти США продолжают накачивать Украину, Польшу и Балтийские страны вооружением. Все эти новости волнуют инвесторов, поскольку вероятность увеличения конфликта возрастает. Поэтому индивидуальные инвесторы приобретают золото, в основном в форме монеты слитков, как показали данные за первый квартал от монетных дворов США и Петра Австралии. В ответ на западные санкции, которые ставят целью подорвать экономику России и создать внутриполитическую нестабильность, Россия вводит оплату за газ в рублях, что еще больше уменьшает роль доллара в международных расчетах. И, следуя примеру России, уже Китай, Индия и страны Персидского залива переходят на оплату в национальных валютах. А после отмены золотого стандарта основой поддержания ценности доллара служила функция доллара, как оплаты за энергоресурсы. Замораживание средств ЦБ России подрывает доверие к доллару, как к финансовой мировой системе. И ЦБ различных стран начинают уменьшать его долю в портфеле. Посмотрите пример. ЦБ Израиля провел крупнейшие за 10 лет изменения в своих резервах. Впервые добавил юань, снизил долю доллара США до минимума за 17 лет. Другой пример. Таджикистанский тайм уже рассчитывается золотом. Таджикистан в качестве компенсации за строительство ТЭЦ Душамбе-2 стоимостью 349 миллионов долларов рассчитался лицензией на разработку двух золоторудных месторождений с запасом золота на 4,8 миллиарда. Капитальные затраты на отработку месторождений оцениваются в 180 миллионов долларов. Но что же может стать следующим шагом к разрушению империи доллара? Введение золотого рубля. Хотя это не так-то просто реализовать, тем не менее, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил создание в России финсистемы с обеспеченным золотым рублем. А Песков заявил, что на данный момент такое решение прорабатывается. Проработкой такой возможности уже несколько лет занимается министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазев. Хотя глава ЦБ Набиулина заявила, что вопрос золотого рубля не обсуждается. Посмотрим, кто в итоге окажется прав. И все же, каким будет цена золота, если будет введен золотой стандарт? По подсчетам аналитиков, цена вырастет минимум в 18 раз до 35 тысяч долларов за унцию. Какие прогнозы банков относительно цены золота? Например, технические аналитики Bank of America заявили, что золото достигнет рекордных максимумов и что любое падение цены можно рассматривать как возможность для покупки драгоценных металлов. И действительно, себестоимость добычи золота ненамного меньше его цены на бирже. А с учетом возросшей стоимости энергоресурсов себестоимость еще повысилась. А инфляция во всем мире только набирает обороты и золото пока еще не сильно выросло. Да и на примере 2020 года, после таких объемов финансовых клеваний, которыми заходят в ETF, существенная коррекция золота маловероятна. Все вышеперечисленное показывает меняющийся мировой порядок в действии и отвечает на вопрос, почему инвестора и банки рекордно скупают золото. Также посмотрите на этот график, который показывает, что доходность 10-летних облигаций США уже меньше, чем была в 70-е годы, исходя из потребительской инфляции 8,6% в США. А если мы еще почитаем по формуле, по которой рассчитывали в 70-х годах, то около 18%, то есть реально инвестора в облигации теряют в год не менее 15%, а в 70-х годах при большей доходности облигаций за 10 лет золото выросло в 24 раза. Так что в меняющемся мировом порядке у золота блестящая перспектива. Если у вас все еще есть сомнения по поводу золота, то поразмыслизе над этими двумя цитатами. Все деньги – это вопрос веры. Адам Смит. И второе. Если вы не доверяете золоту, доверяете ли вы логике взять красивую сосну стоимостью около 4-5 тысяч долларов, разрезать ее, превратить в целлюлозу, а затем в бумагу, нанести на нее немного чернил, а затем назвать ее миллиардом долларов? Кеннет Гербина. Посмотрите полезные видео о золоте и экономике. Ссылки в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео с теханализом по золоту, где я рассмотрю точки покупки золота, которые стоит рассматривать. Делитесь этим видео с друзьями. Если хотите профессионально и выгодно инвестировать в физическое золото, запишитесь на бесплатную предварительную консультацию. Вконтакте в описании. Берегите себя и близких, готовьте свое светлое будущее уже сейчас и помните, образование золота – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5 тысяч лет.